Поэтому я для того, чтобы вам немножечко показать, что такое, вообще-то говоря, человек, нарисовал вот эту схемку. Значит, это наша любимая схемка, отвечающая на вопрос, а почему мы такие улыбчивые в любых условиях. И на первом занятии, когда штатное занятие начинается, я народу говорю, что так, ваша основная задача научиться улыбаться. Кто не улыбается, тот не плательщик, сколько бы денег он не внес. Поскольку для нас самым главным товаром является эмоциональная оболочка. Итак, человек состоит из привычной вам физической оболочки. У человека, как правило, есть мозг, который по биологически активным точкам, открытым, кстати говоря, в 1967 году великим французским исследователем Кенраком. 4 тысячи лет назад их открыли китайцы, а в 1967 году во Франции Кенрак вводил в предполагаемые места биологически активных точек меченые атомы и с удивлением видел, как эти меченые атомы распространяются по телу человека не во всем его объеме, что следовало бы предположить, исходя из его целостности, а только по каким-то точечкам. И когда он нашел, как распределяются эти меченые атомы по телу человека, он с удивлением увидел совпадение древних китайских атласов, которым 4 тысячи лет, с тем, что он открыл. Поэтому в западном миру вот эта система энергетических меридианов признана как научно доказанный факт, а не просто гипотетически где-то там пробавляющийся и носящий этот факт фамилию товарища Кенрака. Поэтому мозг, когда излучает своими энергоинформационными зонами управляющие сигналы в окружающий мир, эти управляющие сигналы распространяются по биологически активным точкам, формируя то, что называется необнаружимой приборами-аурой. Которая очень хорошо определяется как рукой, так и живыми другими системами, и в частности приборами типа политрон. Так вот, эта оболочка, она вращается по часовой стрелке, если смотреть сверху на данного человека, и достигает в диаметре у очень здорового человека, городских условий, европейца, одного метра в диаметре. Вот рукой вы уже вылезаете, как правило, за границу своей ауры. Это здоровый человек. У нездорового человека жизнь теплится в очень близкой зоне, сантиметров 5 максимум. Значит, что-то такое от его тела обнаружить можно, приборами в частности. Вот. Значит, ну, человек на последнем издыхании, что называется. Ну, в общем, скажем так, диаметр порядка одного метра. Вот. Это здоровый человек. Теперь следующий момент. Наш доблестный здоровый человек в процессе жизни, он уже как и животное, знаете, человек такой же животное, только двуногое, значит, прямоходящее, работает вот такими зонами мозга. Они есть у всех животных. У человека побольше будут, чем у животных. Вот эти зоны мозга, это зоны мозга эмоциональные. Левое полушарие генерирует в одну сторону закручиваемые вихорьки энергетической оболочки. Это так называемые положительные эмоции, физика их. Правое полушарие в другую сторону закручиваемые эмоции. Правое полушарие. Отрицательные эмоции. Если учесть, что мужчины, как правило, работают левым полушарием, то мужчины оказываются просто по биологическим своим особенностям просто очень добрые весельчаки. У них очень много стабильных, значит, каких-то положительных эмоций от гаража, от, значит, вот, от футбола, да, то есть, нормально, все здорово, прекрасно. Такие духотворенные оттуда выходят, то есть, охрипшие, правда, немножко, ну, нормально. А вот женщины обладают более высокочастотным мозгом, правополушарным, творческим больше. Но, понимаете, вот, в правом полушарии сидит та эмоциональная оболочка, которая генерирует отрицательные эмоции, и поэтому женщины, как правило, больше беспокоятся. То есть, на женщинах очень часто покоятся бес. Беспокоятся. Так? Они за все переживают, за все, за все что угодно, только себя, вот, вот, за себя бы, за родная, вот, нашла бы, да, определила свои координаты метрические, и тут вот, все бы было хорошо. Так? Нет. Переволнуется за всех, за кого ни попади. Ленка, вон, за дочку в Чикаге волнуется интенсивно, приходится их разделять через океаны и весенин иногда, чтобы они не слепались так близко. Значит, ну, вот, ситуация такая, значит, причем женщины гораздо более эмоциональны, чем мужчины. И, понимаете, вот, получается, что мужчина очень часто выполняет роль такого вот разрядника, который стоит и думает, с какой бы, с какой стороны ему женщина роль сейчас пришьет, значит, что она сейчас к нему привяжет в виде каких-то претензий. Значит, для мужчины это абсолютно непередаваемое взаимоотношение с женщиной. У нас целая серия есть семинаров «Мужчина и женщина», это оттуда немножко фрагмент. Так вот, взаимоотношения мужчины с женщиной очень хорошо описываются боем в круге, в восточных единоборствах. То есть, вот, нормальная женщина, она генерирует огромную кучу беспокойств и норовит мужика так или иначе взволновать. Значит, ну, если мы посмотрим на человека вид сверху, некоторые люди, которые учились, что если ходили в детский сад, они сразу узнают его. Это человек вид сверху. Значит, вот, когда он волнуется, то у него энергетическая оболочка, она имеет вот такую вот форму. Она действительно взволнована, потому что по определенным энергетическим меридианам, их 12, она проминается бывает, когда энергоинформационное образование, программка такая сфероидная под названием солитон, притягивается по этому каналу. А какой-то канал не приемлет этого всего, он отталкивает от себя этот солитончик. Ну, и вот, в общем, мотыляется такая штука, вращаясь вокруг человека, и он волнуется. Что делает волнующийся человек? Он стремится выполнить первый закон лженауки под названием торсионная физика. Этот закон гласит следующее, что сила взаимодействия, лженаука, выглядит этот закон вот так. Сила взаимодействия между источником сигнала и приемником сигнала не зависит от расстояния между источником и приемником, и зависит только от степени согласования. Поэтому, где бы, на каком бы расстоянии не находился человек, который играет роль унитаза, но он всегда ищется, и к нему ищется доступ к этому человеку. Он отличается тем, что у него хорошая энергетическая оболочка, он ничего не знает, он не волнуется, он спокоен. Этот человек спокоен. Как только к вам дозванивается кто-то с требованием посочувствовать и начинает вам рассказывать исходные данные для того, чтобы вы включились в проблему, то есть все ее исходные данные, вы говорите о том, что вы готовы посочувствовать, принимаете вот эту информацию, и солитончик вот этот, он перескакивает к тому товарищу, которого теперь после разговора трясет, встречались с женской ситуацией, теперь он волнуется, а данный товарищ выполнил свою роль, он снабдил информацией для волнений своего контрагента и может изобретать еще что-то новенькое. Это механизм обновления дерьма в социуме, унитазом работает тот товарищ, который не смог поставить эффективную защиту от волнующегося товарища.